Сразу несколько штатов на юге Индии оказались парализованы из-за массовых протестов. Люди выходят на улицы, чтобы привлечь внимание центральной власти к местному скандалу. А всему причиной стало нарушение религиозных традиций, причем по решению суда. Как так вышло и кому может быть выгоден новый конфликт в Индии, разбирался мой коллега Аркадий Глушенков. Эти кадры смело можно назвать историческими. Две женщины впервые вошли внутрь храма Сабаримала на юге Индии. Они преодолели 914 метров над уровнем моря, шли в гору более четырех часов. Тот факт, что женщины смогли сегодня зайти внутрь храма Сабарималу, это историческая победа. Это прежде всего победа за равенство всех женщин. После решения Верховного суда прошло много акций протеста, но все это было безуспешно, ведь женщины смогли войти внутрь. А это видео, снятое после. Демонстранты дерутся, выкрикивая громкие лозунги. Они возмущены тем, что женщины нарушили многовековые традиции и вошли в религиозное учреждение Аяппа. А между тем священнослужители начали отмывать храм и проводить там религиозное очищение. По их мнению, женщины детородного возраста от 10 до 50 не могут быть чистыми, а значит их вход в Сабаримала запрещен. Впрочем, такой запрет существовал не всегда. Его официально ввели около 30 лет назад, а до этого он неоднократно нарушался. Эксперты усматривают в таких масштабных протестах политическую подоплеку. Цель – переиграть действующую власть на ближайших парламентских выборах. На самом деле, во всей этой истории куда больше политики, чем борьбы за права женщин. Потому что в Кероле правит на данный момент левый фронт, который возглавляет за коммунистическую партию Индии марксистской. И правительство Керолы поддерживает проход женщин в храм. То есть, в частности, последняя акция по созданию женской стены, которая собрала 5 миллионов женщин. Там они выстрелились на протяжении 6-20 километров. Она была спонсирована и организована правительством Керолы. По словам экспертов, сейчас премьер-министр Нарендра Моди находится в уязвимом положении. Его партия теряет популярность. И особенно заметно это стало после декабрьских выборов в местные законодательные органы. Комментируя этот скандал для индийского телевидения, Моди как раз просил жителей страны не искать в нем политику. Индия считает, что каждый должен пользоваться своими правами. Есть некоторые храмы, которые имеют свои традиции относительно того, кто может входить внутрь. В этом случае, женщина-судья Верховного Суда сделала определенные выводы. К ним нужно прислушаться и не стоит искать тут политику. Она приняла определенное решение как женщина. Может, стоит обратить внимание на это? Однако пока население требует решения вопроса как раз от центральной власти. И сторонники, и противники отмены запрета выходят на акции протеста. Доходят до столкновений с полицией. Местные политологи опасаются, что так этот локальный скандал может перерасти в нечто большее. Например, сторонники и сторонницы запрета запустили в сети глобальную акцию под девизом «Ready to wait». Готовы подождать. Аркадий Глушенков, Наталья Гончарова, Вести.